Синдром опустевшего гнезда – это то, что переживают родители в связи с отъездом ребенка. Чаще всего с этим сталкиваются супруги, у которых не разрешены внутрисемейные отношения, или те родители, которые слишком привязаны к своим детям и делали свое чадо центром жизни. Сейчас такая детоцентрированность. То есть, все детям. Главное для детей. Главное – обеспечить детям развитие. Я отдала тебе лучшие годы своей жизни. Ну, вот это вот все. Если проблемы не решены, тогда, когда дети уже уезжают учиться, женятся, выходят замуж, то родители сталкиваются с теми самыми проблемами, которые они не решили еще на первоначальном этапе своих отношений, когда они только стали жить вместе, поженились. Самые заметные изменения, которые следуют за отъездом повзрослевшего ребенка – внешние. В доме становится тише, меняется привычный распорядок дня, исчезают привычные заботы. Оставшись наедине с самим собой и с супругом, взрослые, как правило, чувствуют растерянность и пустоту. Ведь теперь ребенок не нуждается в постоянной опеке, а привычная роль родителя становится не так актуальна и первостепенна. Можно ли подготовиться к такому кризису в семье? Самая лучшая подготовка – это своя личная прокачка в плане своей целостности и способности заниматься собой в этой жизни. Но если есть опасения, что трудно будет отпускать детей, расставаться с детьми, тогда нужно повернуться к себе и задать себе вопрос. Кого я вижу в детях? Почему мне так нужно, чтобы дети были рядом? Почему? Из-за чего мне так сложно? Я предполагаю, будет сложно отпустить. И не пора ли мне заняться своими потребностями? Если вам предстоит скорая разлука с ребенком, который собирается уезжать на учебу в другой город, то посвятите это оставшееся время именно себе и найдите новые смыслы в своей жизни. Вспомните, чем вы любили заниматься, какие у вас увлечения и хобби, неисполненные или отложенные желания, в чем бы вы хотели себя реализовать. Новая ситуация также позволяет посмотреть и на супружеские отношения под другим углом, наладить диалог со второй половинкой, открыто поговорить о своих переживаниях и услышать друг друга. Если это болезненно, надо идти к психотерапевту. Не нужно использовать мужа или жену в качестве психотерапевта, потому что это не их ответственность и не их задача. Есть специалисты, которые с этим работают. Не нужно перегружать близких всем этим. Не нужно перегружать детей своими проблемами. Детям тем более это не нужно. Детям своя жизнь, свои интересы, им нужна энергия на развитие свое. Для всех родителей, чьи дети улетают из семейного гнезда, важно понять, что ребенок стал взрослым и теперь сам выбирает свой жизненный путь. Если препятствовать отделению, дети не смогут жить собственной жизнью и получать личный ценный опыт. Светлана Юрнова, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24.